Суперсила, суперскорость и супервыносливость уже возможны. Биосенсоры, высокотехнологичные материалы, голосовое управление и даже управление силой мыслей уже доступны. Так когда же мы увидим полноценный костюм железного человека и можно ли вообще его создать? Сегодня экзокостюмы — это не полноценные роботы, а устройства, которые работают с пользователем, чтобы повысить его силу или производительность. Эксперты отрасли ожидают, что в ближайшие годы экзоскелеты принесут больше, чем просто сверхсилу для тела. Например, костюм Тони Старка позволяет ему летать, стрелять и защищает от внешних воздействий, но еще он контролирует его здоровье и температуру внутри костюма, лечит и даже позволяет справлять естественные нужды организма. Большинство из этих систем уже существуют. Сегодня уже есть удивительные изобретения — от военных экзоскелетов, гигантских экзокостюмов для спорта и развлечений, до устройств, помогающих парализованным ходить и управлять роботизированными конечностями силой мысли. Смотрите топ самых крутых экзоскелетов со всего мира в одном видео. Погнали! Сначала отличная новость. Команда YouTube-канала про роботов запускает портал пророботов.орг — главный информационный ресурс о робототехнике в России. Это не просто медиаресурс, но и маркетплейс роботов для любого бизнеса. Мы собираем в одном месте каталог робототехнических компаний, календарь профильных мероприятий, новости индустрии, каталог обучающих курсов, вакансии для робототехников и маркетплейс роботов и робототехнических решений. Уже сейчас вы можете бесплатно разместить информацию о вашей компании и трех ваших продуктах. Для этого нужно заполнить форму по ссылке в описании видео. Если вам нужна консультация по робототехническим решениям, можете также оставить заявку на сайте. Первый экзокостюм запатентовал российский изобретатель-самоучка Николай Ягн еще в 1890 году. Это было пружинное устройство, разработанное для военных с целью улучшить способность пользователя бегать и прыгать. К сожалению, оно так и осталось на бумаге. Реальностью экзокостюм стал в 60-х годах прошлого века, когда General Electric проводила исследования разработки в области увеличения человека, то есть его возможностей. На средства военных компания создала устройство Hardiman. К сожалению, оно оказалось слишком тяжелым — порядка 680 килограммов — и проект закрыли. Но военные на этом не успокоились и вернулись к разработке экзоскелетов в 2000 году. Тогда DARPA профинансировала две команды разработчиков. Одной стала группа инженеров Калифорнийского университета Berkeley, создавшая в итоге за 50 миллионов долларов роботизированные ноги Бликс или Berkeley Law Extremity Exoskeleton. Устройство имеет встроенный источник питания и шарниры с гидравлическим приводом — два на бедре и по одному на колене и лодыжке. Позже разработка перешла к Lockhead Martin, где стала называться Human Universal Load Carrier или Hulk. Титановый экзоскелет может переносить 90 килограммов груза. Там нет джойстика или механизма управления. Вместо этого датчики обнаруживают движение и с помощью бортового микрокомпьютера заставляют костюм двигаться в такт телу. Второй группой, получившей деньги DARPA, стала исследовательская компания Sarcos. Она разработала роботизированный костюм Exos 2, который использует гидравлику высокого давления, позволяя владельцу поднимать тяжелые предметы в соотношении 17 к 1, то есть увеличивая силу человека в 17 раз. Как сообщалось, солдаты в костюме могут двигаться практически без стеснений движений. Недавно компания довела свое устройство до ума, то есть до уровня, когда его можно продавать и использовать для военных или коммерческих целей. Экзоскелет Guardian XO с электроприводом и 24 степенями свободы можно надеть за 30 секунд, после чего без устали поднимать ящики весом до 90 килограммов в течение двух часов. Но интересен он не этим, а тем, что это по сути полноценный робот, который сам стоит и может двигаться под управлением человека. К слову, его разработка обошлась в 175 миллионов долларов. Кстати, у Sarcos есть и другой экзоскелет, который выглядит даже более впечатляюще. Это Guardian GT. Это не совсем экзокостюм, но фактически две роботизированные руки являются продолжением рук оператора, только гораздо более сильными. Робот на телеуправлении может поднимать каждой рукой груз до 450 килограммов и выполнять такие точные работы, как сварка. Гусеничная база позволяет Guardian GT передвигаться, хотя и не быстро, со скоростью 6,5 километров в час. Если бы оператор не стоял отдельно, помещался в центре конструкции, получился бы неплохой косплей на Доктора Осьминога. Согласны? Ещё одним претендентом на костюм Доктора Осьминога является творение не Айо-компании, а Тум, принадлежащей Панасоник. Костюм создан для помощи строителям и спасателям в разборе завалов. В сети считают, что он является прямым преемником рабочего погрузчика Caterpillar P5000 из фильма «Чужие» 1986 года. Жаль, что сегодня таким костюмом никакого коммерческого применения не придумали. Заинтересовать строителей и спасателей им пока также не удалось. Бывают экзоскелеты и покруче. Например, спортивный гоночный экзоскелет Prosphysis от Exosapion Technologies с высотой более 4 метров. Машина управляется человеком и требует некоторой подготовки. Основываясь на движениях рук, ног и ступней пользователя, Prosphysis может развивать скорость до 32 километров в час и подпрыгивать на 3 метра, питаясь от литий-ионной батареи. При этом правильно интерпретировать движение пользователя экзоскелету помогает искусственный интеллект. Гонять на Prosphysis можно целых 2 часа, что впечатляет, учитывая вес конструкции более 3 тонн. Разработчики надеются, что смогут запустить гонки на этих махинах как отдельный вид спорта. Стоит сказать, что выглядит это невероятно круто, а скорость мог бы компенсировать сложный рельеф местности. Кстати, экзоскелет можно арендовать и погонять в волю всего за 10 тысяч долларов в час. Еще один впечатляющий экзоскелет для развлечения это Arrive от Skeletonics. Костюм высотой 3,3 метра не имеет батареи, а использует кинетическую энергию движения владельца, чтобы имитировать его жесты. Как указано на сайте компании, благодаря слиянию механики и электроники, конечности машины могут двигаться точно так же, как и человека. Учитывая, что Arrive предназначен исключительно для развлечений, все сделано впечатляюще. Пишите в комментариях, хотели бы пройтись в таком по улице. И все же, в основном экзоскелеты полезны. Например, Кома от Atun – небольшой силовой костюм, предназначенный для помощи в переносе тяжести. Оригинальная трансформирующаяся конструкция позволяет передвигаться по прямой и наклонной местности, а также по лестницам. По прямой можно ехать в режиме багги, а по пересеченной местности и ступеням можно ходить в режиме двуногого робота. Дополнительно, Кома оснащен встроенной камерой и искусственным интеллектом, чтобы он мог безопасно избегать потенциальных препятствий на своем пути. Реабилитационный экзоскелет HELL от Cyberdyne сочетает футуристичный дизайн и почти фантастический функционал. Костюм используется пациентами, которые страдают от травм спинного мозга, цереброваскулярных заболеваний, черепно-мозговых травм и других нервно-мышечных заболеваний и повреждений. Сигналы мозга к мышцам улавливаются датчиками на ногах, которые передают информацию в HELL, который в свою очередь помогает пользователю идти, просто думая о ходьбе. Также у компании есть костюм для медицинских работников, чтобы им было легче переносить пациентов. Еще большее развитие идеи управления экзоскелетами силой мысли получило в разработке ученых Гренобльского университета и Центра биомедицинских исследований Клинотек. Они вживили полностью парализованному ниже плеч пациенту два датчика для записи и преобразование мозговых волн, передающих команды движения. Затем мужчина провел два года тренируясь в среде виртуальной реальности, двигая цифровыми конечностями, в то время как искусственный интеллект с глубоким обучением отслеживал его мозговые волны, пытаясь сопоставить определенные сигналы с движениями рук и ног. Затем на пациента надели костюм и программное обеспечение успешно преобразовало мозговые волны в понятной машине команды. Мужчина смог не только двигать руками, но и пройти 145 метров. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы экзокостюм работал без подвесной системы. Есть и другие экзокостюмы, помогающие ходить парализованным людям. И, кстати, один из лучших экзоскелетов нижней конечности разработали в России. Компания Экзоатлет производит устройства для медицинской и социальной реабилитации, которые позволяют ускорить процесс реабилитации и повысить качество жизни пациентов с локомоторными нарушениями, включая травмы спинного мозга, рассеянный склероз, последствия инсульта и ДЦП. Подробно о них мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. Экзоскелеты для помощи рабочим на фабриках и пожилым людям на прогулках производят такие компании, как Хонда, Форд и Самсунг. Все они направлены на снятие нагрузки с суставов, в основном поясницы, коленей или локтей. Нечто подобное испытывают пожарные медики в Сингапуре. Экзоскелет Оберон питается от двух 7-литровых баллонов со сжатым воздухом, который позволяет пожарным трижды подниматься и спускаться с 12-го этажа со снаряжением весом 40 килограммов. Сам костюм весит не более 3 килограммов и обладает быстросъемным механизмом, чтобы его можно было скинуть, если что-то пойдет не по плану. Разработчики сообщают, что роботизированный костюм сам определяет, когда и какой сустав нужно поддержать. Экзоскелеты расширяют возможности человека и дают ему больше силы и выносливости. И хотя мы еще далеки от создания настоящего костюма Железного Человека, не стоит забывать, что Тони Старк был не супергероем, а гениальным инженером. А это значит, что все в наших руках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. А если хотите узнавать все первыми, подписывайтесь на нас в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал.